Всем привет! Некоторое время назад меня попросили сделать механизм по разделению игроков на две команды. Я представляю вам простое решение данной задачи. Поскольку я снимаю все на локальном сервере, разумеется я здесь один, и для демонстрации я буду использовать свиней. Вот этот загон у меня представляет стартовый зал игры, а два загона это две разные команды. Начнем, конечно, с демонстрации. Допустим, возьмем четырех свиней. Нажимаем на кнопку, наш механизм начинает работать, и как только загорается лампа, наша сортировка была закончена. То есть свиньи разделились поровну на две команды. Давайте удалим этих свиней и попробуем разделить, скажем, нечетное количество свиней. Раз, два, три, четыре, пять свиней. Ну и маленькое пусть у нас будет нубом. Итак, снова нажимаем на кнопку, пошла сортировка, свиньи разделяются по командам, вот сортировка закончена. И как можно видеть, в одной команде три свиньи, в другой две. Но при количестве пять это достаточно честно. Здесь, кстати, у нас получился нуб. Итак, давайте посмотрим, как данный механизм работает. Для начала я уберу, пожалуй, все лишнее. Вот эту связь, это просто индикатор, он здесь не нужен. И посмотрим. Разумеется, в реальности для сортировки нам необходимо использовать команду, которая будет назначать игрокам соответствующие команды. В данном случае у меня используется команда телепортации. Давайте посмотрим, что у нас в командных блоках. Здесь идет телепортация сущности по координатам. Это координаты нашего стартового зала. В радиусе три берется одна свинья и телепортируется в соответствующую команду. Во втором командном блоке все то же самое, только телепортация в другую команду. Итак, механизм представляет собой следующее. Два командных блока. Поверх дорожка из редстоуна. На выходе компараторы. Дальше блоки. Красные факелы на обратной стороне этих блоков. Блоки поверх. И еще дорожка из редстоуна. С этой стороны у нас клогенератор. То есть это два хоппера направленные друг в друга. Здесь у нас один предмет, компаратор и блок. Соответственно, через блок у нас сигнал попадает обратно. Здесь у нас вход нашей схемы. То есть сигнал старта подается именно на этот блок. Ну а сигнал окончания сортировки можно снимать, скажем, вот отсюда. Как же работает данный механизм? Я думаю, многие из вас это уже поняли, но на всякий случай я это проговорил. Когда мы подаем сюда сигнал старта, срабатывают оба командных блока. Если у нас есть подопытные свиньи, то есть репортируются сразу две свиньи, то на выходе обоих командных блоков у нас будет сигнал. Соответственно, погаснут оба красных факела. Здесь у нас сигнал пропадет и включится клогенератор, который будет подавать сюда импульсы. Соответственно, пока у нас будут свиньи для разделения на команды, здесь у нас будет сигнал и данная линия будет обесточена. Как только один из командных блоков не сработает, здесь появляется сигнал и наш клогенератор блокируется. То есть схема прекращает работать и все игроки уже находятся в соответствующих командах. Как видите, схема очень проста и более того, ее можно расширить на нужное количество команд и даже сделать переменное количество команд. Конечно, у этой схемы есть недостатки. Например, скорость работы. В том числе, если нам нужно большее количество команд, здесь придется стоять повторитель для усиления сигнала. Но в то же время данная схема, как видите, очень проста в постройке и она достаточно компактна. Конечно, здесь есть еще над чем поработать, но все это уже зависит от вашей ситуации. Например, при желании вы можете ввести ограничение минимального и максимального количества игроков в команде и тому подобные вещи. Но это я уже оставляю полностью на ваш вкус и выбор. В любом случае, надеюсь, что данный механизм вам понравился. А на этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки, подписываться на канал. Пока!